Друзья, очень часто задаваемый вопрос после того, как Стефан снял в одном из видео ответ, как тренироваться бойцам, боксерам, борцам, о том, как наработать силу удара. Когда техника уже поставлена, когда техника идеальная, что делать для того, чтобы увеличивать, как я понимаю, вот именно силу, мощь удара в боксе. Да. Физкульт, привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова, был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team и является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диэс и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия FAK Fitness. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить тебе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Самое главное здесь, это работа от центральной нервной системы. Чтобы человек нокаут сделал, он должен управлять мышцей быстро. И именно на те мышцы, которые важны. Если работаем, как Егор тренируется, как я тренируюсь людей, которые уже имеют хороший, высокий технический уровень. Они уже имеют это рекрутировать, именно те мышцы, которые нужны. Но еще со силовыми упражнениями можно управлять, чтобы они даже больше и сильными сделали этот импульс от центральной нервной системы. Поэтому упражнение, которое помогает, это молот, потому что ты вкладываешь и сделаешь очень быстро. И можем показать несколько примеров сегодня, которые можно с кейбл кроссовер сделать. Или с резиной, да? А сами люди с резиной. Actually, кейбл кроссовер это хороший. Резиновые люди. А сами люди, это есть кайзер прибор. Кайзер прибор, если вы смотрите в интернет. А этот прибор с работой с давлением. Это практически как... Пневматика? Пневматика. Да, пневматика. Я не видел такой. Да, я покажу потом тебе. У меня там был клуб в Майами, свой клуб, American Top Team. Это филиал от American Top Team. И купили прибор от Кайзер. И тоже в Бока, Institute of Human Performance, IHP. В Сантано, где Джефф Монсон тренировал с нами. И тоже есть пневматический. Очень хороший. Тогда ты можешь совсем скоро сделать и даже на экран показывать, какой-то мощный сделать. О, серьезно? Да, и у меня в книге там... Дорогой прибор такой? Пример, я скажу потом тебе. Но, в принципе, стоит купить в клуб. Сколько стоит? Скажи людям интересно тоже. Примерно в Америке стоит 5000 долларов. О, приличный прибор. Да, очень-очень хороший. Но он не только показывает, он и тренирует. И тренирует. Это тренажер. Да, конечно. Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Drop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания. Тем меньше вырабатывается антител. Тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Потом сделаю. А скажи тогда еще вот один вопрос, перед тем, как мы будем показывать. Вот работать с молотом, в каком режиме, там, 10 по 10 или как-то? Нет, с молотом, если ты хочешь на силовую выносливость, тогда 10 по 10 нормально. Но если ты хочешь именно для нокаут, как мы говорим, не больше 5. 5 сделал? 5 сделал. И сколько отдохнуть? А, это уже достаточно. Когда на максимальной скорости примерно 2-3 минуты, до 5 минут можно восстановить. А что это означает? 5 по 5 или сколько? Нет, это не означает, что мы будем просто сядеть и отдыхать. Работают другие группы мышц, например, ноги, прыжки. Какие-то мы могли работать и сделать восстановление именно этой мышц, чтобы они полно восстановились. Но сами главные, центральная система восстанавливается примерно за минуту нормально, чтобы сделать снова. Следующее. То есть, ты работаешь на ноги. Минута 2-3, да, отдыхаешь? Да. 2-3 нормально. А сколько сделать таких серий? По 5? И таки, да, можно со временем увеличить. Ну, до скольки? Ну, примерно, если именно развивающая тренировка, можно до 50. 5-10. А если мы делаем 10 по 10, то какой перерыв между... Если на 10, тогда минут 1-2 нормально. 1-2 минуты тоже нормально. Это уже на силовая вносливость. Это уже чуть-чуть другое. Поэтому эта программа, это предыдущие видео, которые сделали перед сзади, и тогда можно. А если сделано по этому видео, если смотришь, как кривая, а тогда у нас всерывная сила, тогда сделаем длительный отдых с максимальной скоростью. И потом уже, когда сближаем к бой, уже сделаем меньше время отдыха и уже больше повторений. Чем ближе к турниру. Потому что здесь словая вносливость очень важна. Отлично. Показываем? Да, давай. Несколько вариантов можно сделать. Это кроссовер. Примерно как кайзер, кроссовер, как я сказал. Тут похоже на эти. Но затем есть там... Измерительных приборов нет. Привор, измеряясь, дизайн-экран. Но есть машина, которая сделала давление, чтобы пневматическое было. Это очень супер. А, я видел на выставке такие. Есть тренажеры, там может грудь качать, плечи, все. Да, есть разные. Но этот бренд кайзер. Именно фирма кайзер. Что делать? Обычно люди, пока не делают с руками, обычно хотят работу на удар. И они поставят очень большими весами и сделают так. Это нет смысла, да? Это что такое? Это работа на силу. Поэтому посмотреть наши видео, проеду выше, и посмотреть кривая. Если движение идет медленно, это означает мы работаем на... На окислительные. Мы работаем на силовые способности. А, ну на силу. На силу, да? Но затем для нокаут важна мощность. Скорость. Скорость умножена на силу. Тогда вес не должен быть очень большой. Но и не маленький. Но затем, не очень маленький, но затем скорость должен быть большой. Но если сделаю просто так, как я сделал удар, без партнера, что сначала... Лучше лапу использовать. Конечно, потому что если без, что происходит в конце движения, я буду держать. А никто не хочет, потому что нокаут, я не хочу остановить. Я хочу, чтобы... Пробить туда. Чтобы мышицу... Да, да, да. Ехал дальше. И поэтому обязательно лапу тогда. Примерно не лапу, но чтобы вы видели. И тогда мы будем удары без... Тогда на лапу, да? Но в видео, когда я сделаю быстро, сикрозовер не очень хороший. Тогда резина будет второй лучший вариант. А кайзер пневматика еще лучше. Сами лучшие. Потому что вы будете очень быстро и сразу на экран смотрим. Да? Это один из движения. Главное, если идет на uppercut, тогда вниз тоже самое. Тоже держать, да? Тоже держать должен. Вес, вы сам посмотрите, должен быть близко к сравнительному движению. Поэтому если движение идет очень медленно, это означает, что нехорошо. Должен быть быстро. Да? И сделать. И постепенно можно чуть-чуть вес увеличивать. Но резиновый тоже лучше вариант. А этот упражнение очень хорошее. Хочу показать. А это уже, когда... Мы сделаем и то, и другое одно временно. И тогда, что получается? Что один мы сделаем, а другой. И тогда получается так. Чтобы косые мышцы, животы тоже работали. Потому что это будет ускорять движение. И тогда ты работаешь... Все туловище, чтобы мышцы работают одновременно. Мышцы кора и руки все работают. И тогда и можно сделать. И примерно мы работаем здесь. Пять повторений. Одну сторону. Потом меняем сторону. И пять повторений. И 30 секунд где-то от 40 отдыхаем, да? Нет, это зависит. Если именно для нокаута, тогда соревновательная сила, тогда отдых побольше. Если на силовую выносность, уже сближаем к соревнованию, тогда больше объем, но отдых поменьше. А скажи, вот такой интересный вопрос. Ведь Мойсон этот же, когда он приходил к вам тренироваться, он же уже был известным спортсменом. Как они воспринимают вот такие тренировки? Это же отличается все равно от того, что делали раньше люди. Мой партнер, это Гуан Карлос Сандена, примерно, он начал работать с ним, как новичок еще был. Да, новичок еще был. Да, он работал до меня еще пять лет в Америке Топтине. Он был предыдущим главным тренером в Америке Топтине, потом был такой-то бразильский, и потом я. Он был первый, а другой, второй, и я третий, по очереди. Да, поэтому Джефф Монсон нормально. И еще тоже, движение, для касси и мышц, тоже работаем здесь. И от ноги до ноги, и работаем сюда, потому что тоже важно. И для нокаута, для касси и мышц, и работаем в одну сторону, и потом, конечно, в другую сторону. Примерно несколько упражнений, вариантов, как можно помогать для нокаута. Ну что, друзья, мы ответили вам на ваш вопрос. Спасибо, Стефан. Ставьте лайки, друзья, пишите ваши вопросы, делитесь данными роликами в своих соцсетях. Всем пока. Все.